Да, и Букенти, чувствую, если они всё-таки всё это ведут, твоя-то жопа сгорит основательно. Ой, капитан очевидность, я тебе умоляю, пусть ведут всё что угодно, на РМ хоть штурм, и играть будем только с дефолтом. Поверь мне, я ещё и рад буду. Просто, на самом деле, надо думать не только о том, что тебе бы вдруг хотелось по твоим предпочтениям, а думать и голосовать надо так, как, скорее всего, будет думать большинство. Или даже не думать на данный момент, но когда это всё выйдет, большинство-то поймёт, что как бы им это на самом деле не нравится. Приветствую вас, леди джентльмены, другие подруги, с вами Мортит и Капитан Очевидность. Первым делом пин-кодик. Пин-кодик у нас в честь выхода Warface в стиме, о чём, кстати, у нас, судя по всему, будет целая серия видео. Всё начальные ноги, сколько лет, сколько зим, и я там зарегался. Это отдельная тема, мы всё это обсудим, и будем ромбишечек гнуть от души. Ну а пока что, друзья, давайте обсудим тему. Очень интересную. Многие не знают, многие не в курсе, но сейчас в Warface проходит голосование. Точнее, даже не одно голосование, а целых четыре. Но перед тем, как приступить к голосованиям, хочу задать вопрос нашим доблестным админам. Админы, у меня к вам серьёзная претензия. А какого хрена на вашей новой промо-странице у медика гребень, а? Это что, сука, за унижение, я понять не могу. А почему он не у снайпера, не у штурмовика или инженера? Почему именно у медика гребень? Это что за намёки, а? Надеюсь, вы меня поняли. И очень надеюсь, что такого больше не будет. Если кто заметил, то я думаю, этому человеку не очень понравилось. Все классы нормальные, а у медика гребень. Как-то, знаете ли, попахивает. Ну да ладно, шутки шутками, переходим к нашим баранам. Точнее, к нашим голосованиям. Всего их четыре. И я подозреваю, результаты этих голосований повлияют прямым образом на игру. А точнее, на режим РМ. Первое, это хотите ли вы возвращение сэда на РМ? И здесь большинство голосует однозначно против. Я тоже проголосовал против. Не потому, что мне не нравится сэд на РМ как класс. Мне вообще не нравится сэд. И не нравится ни по своим характеристикам, ни из-за своего пулемёта или брони. Мне не нравится, потому что, по моему мнению, он вообще не вписывается в Warface. Понимаете? То есть, вообще никак не вписывается. С тем же успехом можно было бы ввести пятым классом не сэда, а какого-нибудь квадратного персонажа из Майнкрафта. То есть, для меня это вот то же самое. Warface это игра с умеренным футуризмом. Недалёкое будущее. И киборг, бегающий с пулемётом, он как-то, не знаю, рушит всю атмосферу и всю прелесть этой игры. Он бы смотрелся классно, если бы в Warface была игра про далёкое будущее. Там были бы лазеры и так далее. Всё было бы круто, и сэд бы там смотрелся великолепно. Но в нынешнем Warface и вообще в Warface, в том временном промежутке, где всё это происходит, сэд это прямо, скажем, вообще никуда и ни в какие ворота. Моё мнение, что сэд это максимум ПВЕ. А на ПВП его вообще не должно быть. Он как-то всю картину общую очень сильно портит. Да, капитан Очевидность, я захват люблю, друзья. Я реально люблю захват, и мне нравится этот режим на РМе. Но, тем не менее, как вы видите, я проголосовал против. Почему я проголосовал против, я вам объясню. Кстати, ссылки на все эти голосования в описании. Я очень вас прошу пройти и проголосовать. Не как я. Это не обязательно. Голосуйте так, как вы считаете нужным. Только так, вот сами подумайте, что бы вы хотели видеть на РМе. И голосуйте именно так. Чтобы потом не получилось так, что потом вы скажете, вот меня Рокутагин попросил проголосовать, типа я проголосовал. Не надо. Голосуйте, как вы считаете. Ваше мнение может совпадать с моим или не совпадать. Вы должны высказать только своё мнение. Всё. Так вот, дело в том, что захват мне нравится. И мне нравится на РМе играть захват. Да, я вот из той небольшой категории людей. Но я заметил, когда я играю РМ с кем-то, с окланами, со знакомыми, то большинство людей, они горят с РМа. Именно на захвате. Вот захват им вообще не нравится. Людям почему-то больше нравится даже Блиц, нежели захват. Вот прямо захват люди терпеть не... Я не знаю почему. Мне захват нравится. Но я проголосовал против, потому что понимаю, что по моим наблюдениям, большинство людей будут против. И если там, я скажем, кто-то из вас, из-за вас, из-за меня проголосует за, например, захват, и другие блогеры подключатся, то в итоге получится такая ситуация, что захват-то ведут, а большинство людей на самом деле против, и люди начнут уходить из игры. У меня такой цели нет. Я наоборот хочу, чтобы Варфейс развивался. Варфейс развивался. Хуй, тут смогу отцов. Поэтому я голосую так, как я понимаю, большинство хотело бы видеть игру. Я проголосовал против захвата. Дальше у нас идёт Блиц. И тут голосует большинство за. Тут исключение. Я понимаю, что голосуют за. Я голосую против, потому что меня вообще, мне этот режим абсолютно неинтересен. Когда его только ввели, он даже неплохо, интересно игрался. Мне, в принципе, нравилось. Но потом он настолько приелся, он настолько туп, он настолько... Он задумывался как режим без крысовства. В итоге всё получается наоборот. Это максимально крысиный режим, по сравнению с которым обычный подрыв – это просто сказка. Серьёзно. То есть на Блице очень много людей посаживаются, сидят в окнах. Очень долго там что-то пасут на лестницах. Я и сам так играю. Но потому что там игра такая. Там карты такие. Там всё вот крысовству оно предрасполагает. Поэтому Блиц мне совершенно не нравится как режим. Он какой-то во многих моментах рандомный. Он очень кемперский. Он, да, быстрый. Но при всём при этом неприятный режим. Мне он не нравится. Я тут не смог себя заставить даже за всех, за народ проголосовать. Я проголосовал против. Мне не нравится Блиц на РМ. Почему-то большинство людей за. Ну, как говорится, у кого какие вкусы. Опять же, это не повод вам голосовать как мне. Голосуйте, как вы считаете нужным. Если вам, как многим, надоело играть подряд 5 фабрик. И вы хотите, или там несколько мостов подряд. И вы хотите сыграть всё-таки на РМе лучше Блиц. Чем постоянно играть одни и те же карты подрыва. Голосуйте за Блиц. Это ваше право. Ну и последняя тема. Самая глубокая, самая надёжная. Киберспорт. Да, капитан, очевидность. Наши админы не унывают. Они очень хотят ввести киберспортивный регламент на РМ. Вот. Здесь я однозначно против. Вот. Есть ещё вариант ввести, но только на один сезон. Понимаете, с одной стороны, я бы с удовольствием играл. То есть, да, как ни странно, я однозначно против. Вот только нет. Но я бы при этом играл с удовольствием. Я бы играл, я бы с удовольствием играл по киберспортивному режиму. Мне нравится. Но опять же, я человек, который должен думать о том, чтобы Warface процветал. Как бы, да, чтобы он развивался. И я прекрасно понимаю, что большинство людей, большинство игроков, на самом деле, даже РМа, они не хотят этого. Не хотят. Вот те, кто там в группе постоянно обитает, они узнали об этом, пришли, проголосовали. Люди не захотят. Ну, половина точно не захочет. И люди начнут уходить. Понимаете, даже если тестовый сезон будет, мне кажется, просто многие на этот период подзабьют на игру. Пойдут что-то другое попробуют. О, попробуют, а там освоятся, а вроде и ничего. И обратно они не вернутся. Они не вернутся, это точно. Вот. И я уверен, что это зайдет хреново. Я бы с удовольствием играл, опять же, в киберспортивный режим, но надо понимать одну вещь. Для того, чтобы вводить на РМ киберспортивный режим, 80-90% того, что на РМе, уже должно быть в киберспорте. Понимаете? Если бы, скажем, Киллтек или Чапа были разрешены в киберспорте, да, там, и СИК-МПХ, я был бы за такой регламент. За сезон или вообще на постоянку киберспортивный. Или наоборот, если бы в игру вообще не вводили вот эти стволы. СВ-98, СИК-МПХ, Чапу, Киллтек. То есть то, что люди выбивают. Люди выбивали за свои кровные, чтобы играть и РМ тащить там. А теперь вы говорите, а идите вы в жопу, вот вам киберспортивный регламент и ваши пушки, которые вы убивали, и вы с ними привыкли играть, они запрещены. Не надо было изначально вводить такие пушки или не надо было балансировать турнирный регламент, чтобы киберспорт и игра на РМ это было бы практически одно и то же. То есть различие может было бы там, не знаю, в снаряжении. Это ладно, броня еще куда не шло. Но, когда вы запрещаете всю мету РМа, фактически, мало того, что снаряга, так вы еще и запрещаете людям играть с оружием, к которым они привыкли, к которым они приросли, то вы, собственно говоря, мне кажется, морального права никакого вводить киберспортивный регламент на РМ не имеете. Возможно, дорогие друзья, зрители, вы считаете иначе. Я вот уверен на 100%, я с удовольствием буду играть, то есть если я уберу вот это все киллтайки, чапы, я буду играть, мне будет классно. Там и брони такой мощной не будут, люди будут бегать, я с Марлином себя нормально буду чувствовать или даже с МАК-7, там в принципе нормально все будет. Но, я прекрасно понимаю, что мне-то будет нормально, только вот матчи будут искаться еще дольше, а потом, может быть, онлайн еще упадет, это запросто. Поэтому, я хочу сказать, что мне кажется, этого делать не стоит. Вот однозначно не стоит вводить такой регламент. Как считаете вы? Голосуйте. Если прямо вы фанат киберспорта, считаете, что наоборот, эта игре пойдет на пользу, пожалуйста, голосуйте, это нормально, вы должны высказать свое мнение. Еще раз говорю, все ссылки находятся в описании к этому видео, все голосования, их там 4. Просьба обязательно пройти и проголосовать. Почему? Потому что это меняет игру. Мы меняем игру фактически. Да, то есть, наши правильные или неправильные сейчас решения такие, которые скажутся на РМ, а это главный все-таки режим в этой игре, это может за собой повлечь либо какие-то, может, даже положительные тенденции, либо отрицательные. И, как ни странно, самый тут, конечно, сильный, такое вот прямо сильное голосование, которое многое может изменить, это введение киберспортивного регламента. У меня очень сильные опасения насчет этого, но кто знает, а вдруг, наоборот, народ нормально это воспримет. Можете, например, поголосовать да на один сезон. Интересно будет потестировать, но что-то мне кажется, что эффект админам нашим не понравится. Так или иначе, высказывайте свое мнение, оно важно, важно, потому что сегодня у меня еще стрим, мы с вами пообщаемся. Если будет время, я постараюсь сегодня еще стрим провести, часов где-то, наверное, 8, 9, 10, вот, по Москве ночи. Я запущу его и будем нагибать, да, и нагибаться. Вот, очень надеюсь на ваш голос, посмотрим, что будет. Опять же, голосуйте, как вы считаете нужным, не голосуйте так, как я голосую. Это неправильно. Правильно это высказывать свое мнение. Вот тогда, действительно, Warface станет лучше. Ну, а в целом, если данное видео вам понравилось, в принципе, оно было больше информативным, я вас проинформировал, указал, куда идти, голосовать, чтобы вы могли влиять на нашу игру. Если это так, по каким-то причинам, то ставьте лайки, по желанию, как хотите, яйти чешите обязательно. Яйцо почесал, и все будет хорошо, и регламент будет, полмиллиона онлайна минимум пиковый в сутки, сука, а потом проснулся, у вас, ну, во всяком случае, Warface 2 так точно будет, когда-то. Ступайте в нашу армию, нагибайте всех. И мы увидимся с вами. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok